Члены общественного совета встретились с жителями. Тарасцы пришли со своими наболевшими проблемами. Это и просьба помочь с жильем другими социальными нуждами. Что же ответили в ходе приема посетители представители власти? Смотрите в сюжете. Просьбы и чаяния горожан слушали члены общественного совета Мукаши Скандиров, Бекет Муменколов и Онласен Исаркепов. Каждый из посетителей пришел со своей бедой, проблемой. Кто-то не может устроить ребенка в детский сад, кто-то получить социальную помощь. А вот Арманбек Наренбек пришел просить не за себя, а за общее дело. Его беспокоят, что с некоторых пор приостановились работы по благоустройству микрорайона, в котором он проживает. Работы по благоустройству массива Куктейма вдоль канала Рай-2 сейчас приостановились. ЖКХ Жасултарас делала что-то для отвода глаз. Посадили тысячу деревьев, из них и 30 не осталось. Я говорил об этой проблеме городскому Акимату, но никаких мер принято не было. Вот так Акимат разбрасывается бюджетными деньгами. В городской Акимат житель со активной жизненной позицией ходил не раз. Но дальше пустых обещаний дело не пошло, уверяет он. Настойчивый Наренбек писал и в областной Акимат. Ну и там его отфутболили, сославшись на отсутствие средств. Пришедшие на встречу жители выражали беспокойность, что их проблемы останутся нерешенными, а лишь выслушанными. Правильно ли выдают социальную помощь? Вот что беспокоит меня. У моей жены семеро детей, четверо учатся в школе, один ходит в детсад. Нам дали соцпомощь. Я даже не подозревала об этом. 900 тенге. А есть люди, которым дали 300 тенге. Есть и по 1300. А сколько собирал документов? Неужели нельзя пересмотреть это? Только название, что соцпомощь. А на деле копейки. Жаловались люди и на другие проблемы, которые не решаются годами. Как, к примеру, отсутствие хороших дорог и детских площадок в новом 15-м микрорайоне. А в доме под номером 35 плохо со светом. Он гаснет постоянно. На низкую зарплату сетовали работники ТО Шаслъель Тарас. А ведь со взлетом цен на продукты питания жить стало и вовсе не в Моготу. Говорят они.